Всем привет, это Санта, я здесь уже играю, начал записывать видео, прошло где-то минут 20 и мне не понравился звук, остановил, я не подключил микрофон, проиграл боинчик один здесь, попал в фулл хаос со своей старшей парой. Так что сейчас не могу пока сказать какой баланс, вот мы начали 1300, оба, не-не, ну здесь мне кажется что-то неправильно, потому что я боин проиграл, у нас мы начали 1389 было, сейчас здесь показывает почему-то 1447, но я не думаю, что я где-то так отыграл боин. Думаю, что сейчас мы еще в минусе, в общем играем, смотрим, что сейчас будет, прогрузится. Грубо говоря, 500 рублей здесь, 150, еще, 600, 1100, а может и где-то так и есть, 1400, может поднаиграл. Ну в общем да, я проиграл там боин, оппонент просто разыграл в старшую пару, я попал в туздама, я перебесил на префлопе, в флоп вышел там что-то такое, туз 10-3, сухой, а, флэш-дрон он не облежал. Это я поставил камбет, довольно увеситый, он заколировал, вышла десятка и я решил посмотреть, как он будет играть в пятерки, открывать бас, половину больших бандов, 7-8 просто чек. Так вот, вышла эта десятка и он поставил просто огромный овербет. Здесь донкну. Я решил, что это слабость и чаще всего это будет слабость. Ну все, просто выкидываем в пятерки, скол на сет. Думаю, донкну здесь, возможно, лучшая рука у нас. Нормально. И в общем, у него были туз 10 в той игре, фулл хаус на терне, и он вот так вот большим овербетом его разыграл, для меня это всегда необычно, когда так разыгрывают неизвестными мне людям. Чаще всего это какая-то слабость, дрова или, может быть, ну вообще полный блеф. Пусть дама 3 бет на value. Здесь у нас сразу воруют, просто ва-банком. В планете, как слабая игрограмма, 9 открывая, 2 с половиной блеф. В общем, хорошие руки буду открывать. Большим рейзом. Плохие маленьким. Так, 3 бет пот у нас, туз даман. И я думаю, здесь есть с чего добирать. Ну, тут 32 поставлю, чуть больше полбанка. Ну, 5-шот. Два человека в банке чекаем. С этим оппонентом буду играть на степ. Пусть король, думаю, он бы запихнул. Так, он ставит банк, просто пас. Оппонент регуляр, наверное, этого лимита. Восьмерки. Также изолируем. Кандидат. Контракт помечен у меня как регуляр. Я раньше играл с ним. Показывал он неплохую игру, значит. Помню, припоминаю вам. Да, макароль изолируем. Только меньшим размером, в 4 раза. А не в 5. Валетты. Так. Сухой флоп поставлю для защиты полбанка. Здесь пас. Янли какая-то открылась. Девушка у меня. И он ставит здесь такую большую ставку. Я, наверное, рейзну. Попробую его. Мне кажется, это какой-то блеф. Тройка. Зачем, если у него здесь? Ну, хотя, смотря как люди играют. Овербеты с фу-хаусами. Уравнивают. Ну и всё. Чекнем просто вдогон. Может какая-то восьмёрка. Может флэш-дроф была, да доехала. Ну, посмотрим сейчас, что будет. Чекаем. Оп. Нормально. Если он сейчас подчеркнет, поставлю плотную ставку. Ну, 53. Может заколирует по дальней пике какой-то. Но нет. Не знаю. Восьмёртка, наверное, была. Да, интересно мне проверить, сколько же у нас всё-таки на самом деле денег. Быть может нам пора уже на лимит выше. Кто не смотрел первое видео, рассказываю. Играем. Начал я с 1200. Начал с 1200. Играем лимит НЛ. Ну, с ставками 1-2. Как только у нас становится 4 бои на лимит выше, переходим на него. Проигрываем до 3 на нём. Спускаемся на лимит ниже. И цель наша. Ставки 25-50. И на них наиграем 40 тысяч рублей. Ну, банкрон наш делал 40 тысяч. Так. Ну, сейчас, я думаю, ещё какой-нибудь неплохой банкрон заберём. Я поставлю на паузу и проверю. В 1447 как-то не погружается здесь. То есть, может, это действительно наш банкрон. Вот что мне не особо верится. Вот таким цветом у меня помечены оппоненты, которые способны блефовать. Непонятными вообще блефами. Непонятными действиями. Доска выходит довольно скоординированно. Чекпак буду играть. Вышло бы там какая-нибудь 3-5-9. Я бы ещё, возможно, и поставил. Неплохой игрок, но открывается через весь стол. Рейзен в 2.5 ББ через кучу фишей. Мне кажется, это какая-то слабость. Поэтому мы будем играть в позиции. 3-бетним его. Но получаем кол. Так. Средняя пара. Чаще всего, мне кажется, здесь будет какая-то карманка. Хотя мы видели, как этот топ коллирует. Такие руки, как... Пус-9. Нет, я всё рейзну сейчас сразу. 22. У этого оппонента здесь может вообще ничего не быть. Могут быть какие-то гэдшоты. Мне нужно выдавить этого регуляра отсюда. Король. Не очень хорошая карта. Хм. Но всё равно буду рейзить, чтобы взять ривер дешевле. Ну, 10 рублей. Мне нужно здесь выигрывать один раз из 11. Я думаю, у меня будет такой шанс. Вариант. Тузы. Ха-ха. Да. Надо записать. Печаленько. 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 Сколько там ему... Наверное, 20 бы бета проиграли. Ну, такая линия розыгрыша, ну... Ни о чём. Туз-8. Туз-8. Попробую открыть. Видео у нас блеф вот этот топ. Туз-6 получаем... Ой, туз-3 получаем 3 бет. Я выкинул, наверное, просто здесь. А почему так? Или это он южный ушёл? Изолируем сразу с бата на лимф. Метим игрока как слабый оппонент. Туз-3 просто выкинул. 9-4 так же. Туз-2 туда же. 7-8 пас. Ну, и тут от нас ещё увидел блеф вот этот топ. Играет в банк. Он... Ну, нет, пас здесь. У него может быть какое-то совпадение. 5-6. Да и вообще, ну, как бы я говорю то, что не буду делать сомнительных колов. Попробую купать щит облефы дорогие. Вот сейчас у нас изменилось. Ну, даже ничего не меняется сумма. 7-8. Пас. Дамы. Ставить большую ставку. 3 бет. Тоже надо записать. Тоже надо записать. Ну, если... Як-то. 3-1. 3-2. 3-2. 4-2. 3-2. 3-2. 4-2. 4-2. Я считаю, у меня лук, и рука буду защищать. Играют. Могут быть здесь гетшоты всякие. Вставим. Просто туз может быть. Ну, то лет плохая карта. Теперь я вообще ничего не бью. Ну, две пары валетов, да. Смогли, там, может быть, какие-то 10 валетов. 9 валетов. Докупимся здесь. А у парня с сайдингом вообще проблемы. 6-8. Пас. Тоже что-то частенько открывается у оппонентов. 5-7 чекаем. Тут дамон. Ральные позиции открываем больше. 3,5 бы было. Тут я поставлю один большой блайк. Тут король так же. Я сейчас сам думаю на большом рейсе. Ладно, 7 достаточно. Получаем рейс и... Класс. До новых встреч. Продолжение следует... Тут собираем флэш-рояль, разгоняем банк, три овер-карты. Так, и мы видели, что он талирует у нас. До этого просто игра была, когда он талирул, то непонятно с чем. Выкину его потом на ревер, так что я блестаю здесь, черный. Может получу какой-нибудь блеф, но нет. Выкинул. Непонятно. 6-4 пас. Пасуем. Так, посмотрим, как здесь будут развиваться события. 5-6 пас. Это была ансбат, она здесь побольше. Наверное, руку буду открывать от этого стола. Колит нас. Этот игрок агрессивный. Донкает. Ну пас. Чего я против него же ничего не буду думать. Валеты. Такая рука валеты. Как побольше рейзнейш. Вот здесь будем изолировать. Побольше рейзнейш, на стол столько овер-карты где-то. Но все равно я сделал рейз нестандартный. Скотову побольше. Дама, король. Три больших бланда откроем. Выходит Дама. И отчеркнул здесь в Дагон. Здесь тоже много ставить не буду. Доска сухая. Пошло флэш-дроу у нас. Три-ти-надцать. Поставлю уже часто побольше. Фарень два раза чекнул. Вероятно всего это слабость. Так. Смотрим, что здесь у нас. У нас здесь гэдшот. Нам нужно собирать 28 рублей. На такую ставку, я думаю, мы их соберем. Если поймаем что-то. Ой, какой гэдшот у нас. Просто совпадение. О, все перепутал. Да. Ну ладно. Все выкидываем. Почему мне показалось, что у меня 4.6. 10-6 пас. Очень-очень слабое поле. Раньше я играл. Куча фишей была. Ничего не изменилось. Сидим, ждем карту и практически ничего не мутим. Очень-очень интересно, как узнать баланс. Доступно 470. В игре 856. А, ну вот, 1326. Нормально еще не такой большой прорезь. Значит, тут Баин я отыграл. Если будет открывать этот топ, то будет ребетел. Так, Ян Ли. Девушка какая-то, наверное. Посмотрим, как ты играешь. Стэк короткий. Не потребляйте же особо. Молодец, 6 пас. Ну, что-то вообще задумалось. Большим разом таким открывает. Играя шортстэком. Что у нее там сейчас? Непонятно только, у нее сейчас 20 ВБ. Мне кажется, эта стратегия не особо годится для игры в 6 макс. Больше для 9 макс, она мне кажется предназначена, потому что в 6 макс и 9 пакера агрессивнее. Так, получаем 3 бет. Это у оппонента, это, конечно, пас. Он еще ни разу не 3 бетил. Десятки. Открою я с ранней позиции. Хочу посмотреть, как играет вот эта девушка с Ялты. Тут 10. Попадаем в старшую пару. Да, ладно, на доске все-таки присутствует. Комбет. Здесь, тут 10 буду изолировать. Хотя, игрок, скажем так, виртуозный. Ну, это не означает то, что мы будем позволять заходить лимпу. Надо прощупывать, как он играет. Покажем, возможно, какие-то блекы. Поставлю я побольше. 5 ВБ без позиции. 10, 5. Пробуем воровать вот эту оппон. Доска сухая. Но здесь я ничего не выбью. Чип-кол тоже играть не хочется. 6, 7. Так, здесь я уже буду изолировать. Низкий завод в утрене. Удачным. Балет драма так же. 2,5 больших блайнда ставлю с ССБ. Проверяем. Так, ну мы видели, вот этот топ открывается большим рейзом с королями. Значит, сейчас у него, очевидно, слабая какая-то рука. Сухой флоп поставлю в полбанка. Ну ладно. Будем знать. Король валет. Ну давай попробуем еще вот так вот поставить побольше. Хм, 3б. Здесь можно зайти, попасть, чтобы... Есть там у нас... Рука довольно неплохая, если... Ну, все. Сдаемся. Так, здесь 2 пары. Он сам любит поставить. Я попробую разыграть чекрейс. Линк с баттоном. Тем более, он видел от меня там какие-то блефы. Ну вот, просто чекрейс. У нас 2 пары. Здесь куча рук, с чего можно собирать. У него также могут быть здесь... Блин, вот это мне не нравится карта. Ну, у него может быть здесь десятка, скажем. Ну, могут быть и оверкарты. Может быть флэш-дро. Которая закрылась. Чек, чек... 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 Не знаю. Сейчас будем смотреть за ставкой. Пол банка ставят. Блин. У меня 2 пары. Мы видели то, что с хорошей рукой он ставил. Ну, вот такая ставка тоже. Не знаю. Заколируют. Че делать-то? Флэш. Печаль. Доехало. С другой стороны, нужно было подумать. Ну, я видел, как он калирует вот так вот просто с двумя оверкатами. Еще рейзил там что-то. Ну, не знаю вообще. Может и ошибка. Пол банка ставка такая. Здесь поставлю уже там бет. Флоп не поставил, потому что, ну, он видел, что мы сдаемся на чек-рейс, и надо докупить здесь. Он еще, наверное, играет, не за одним столом. Так подолгу думает. Не, ну, попробую я все-таки как-то рейзить его, сопротивляться, иначе он уже совсем обнаглеет. Валет. Ну, кол. Счастливчик просто. Не все так просто. Тяжело выкидывать руки от людей, которые глифулы частенько. Тройки зашел, изолировать здесь. Не так часто они падают, проще поймать что-то. Сет, допустим, уже там. Скипливаем. Пас. Да, плохо, что он у нас еще в позиции сидит. Ну, вот, флэш-дро. Совпадение. Ставит овербет, я играю кол просто. У нас флэш. Если у него здесь король, я не думаю, что он его выкинет. Ставит так мало. Просто будешь сейчас резом, что я его спугнул. Будем изолировать. Ну, и здесь я, наверное, просто запихнула банк. Не думаю, что он выкинет короля. Да, возможно, там какой-нибудь сет у него, две пары. Флэш младшая. Ну, или вообще какой-то любой блеф. Угу. Здесь с него что, не попали. Да, я не буду в него ставить, потому что... Он сейчас, если сам поставит один большой блайн, не проще будет заколировать. Че в кол сыграть. Неплохо было бы, если да, мне бубовая бы оказалась. Средняя пара. Калирую. Здесь может у меня спокойно быть лучше рука. Здесь попробую резнуть. Раскачать с этим оба динамику. Ну, показать, если даже он меня сейчас скроет, показать, что я блефал... Ну, могу блефовать. Здесь, там, он на рейс ранее выкинул. Здесь поставлю чуть больше полбанка. Просто, чтобы в дальнейшем потом ставить ставки больше, и они были проплачены. А он видел от меня какие-то блефы по младшей паре. Если он, конечно, обращает на это внимание. Вот, чекаем. Шестерки, ладно. Четверки буду изолировать. Четыре ББ. Король, дама. Очень она любит открывать с ранней позиции большими рейзами. Заколирую. Попадаю на старшую пару. Ну, играть чек-колл буду. Плохая доска. Ставит банк. Я здесь, скорее всего, буду просто играть кол-кол. Непонятное ее действие. Она любит открывать с ранней позиции. Чек-чек. Сейчас еще раз чекаем. Она может здесь также ставить блеф, как мне кажется. Так, ну все. Сейчас посмотрим, что тут у нас происходит. ТУС-9 изолируем. Я думаю, просто она будет еще добирать, скажем, с теми же руками, как ТУС-Дама. О, тут буду ставить уже ТУС-6, ТУС-6. Блин, времени мало дается. Пас. Здесь ставка 1, 2 достаточно. Цветовых меток так мало. 10-6 пас. Тут здесь выпадаем еще в старшую пару. Отлично. Здесь теперь уже стыканемся с ним. Играет кол. Ну и все, в банку кол-кол, что делать-то? Какой баланс-то у нас сейчас? 1358. ТУС-8. Тузяры. Здесь в игру. Ну и все, доска очень-очень сухая. Я здесь буду ставить маленькими ставками. Может быть, провоцировать какой-то блек. ТУС-8 может сыграть. Собер-карт. 9-24. ТУС-8. ТУС-8. Короткий стек. Никак не разыграю. Я думаю, что в плюс эту руку. Как вы doet меня? Ёля. hvad. годы. Продолжение следует... Ну вот и получил я информацию, чекнул там ривер, потому что именно собирать с блефов, с каких-то вообще пустых, ну хотя доска была там какая-то скоординированная, блефов немного было, можно было поставить половину банка, лучше было бы, да, так сыграть, поставить полбанка. Мне кажется, она проплатила бы. С другой стороны, плохо было бы, если она выкинула, я не узнал бы, с чем она так играет. Бет под флоп, то есть по старшим парам ее можно калировать. Да, тут 9, открываем, 3бб. Молодец, 6 пас, да мы. Один раз они нас уже подвели. Я думаю, если я она сейчас открою, то тогда я просто... Ну как, можно расширить, вообще-то 48 поставить, что 96 банки будет. Да, наверное, так вот я сыграю, чтобы в ней ва-банк совсем уж. Ну помечаем его как слабым игроком, потому что нельзя делать такие рейзы, тем более с ее стэком. Тут идет 3бет, я буду играть на стэк. Оппонент видит то, что я довольно-таки часто изолирую. 89 по парашюту. Оп! Квен это быстро кончается. Он играет кол, и я буду здесь ставить маленькую ставку. Скажем, затягивать его максимально в банк. Добирать, может быть, с каких-то пар. Изолируем. Бабан, кол. Отлично. Не понимаю его кола на префлопе. Я, кстати, вот много за слабыми игроками регулярами замечал такой лифт. Они коллируют вот такие руки на префлопе, и все равно выставляются по тужу. Ну и вот он пихнул мне такую руку, как сейчас дама. Что он выбивал? Если у меня нет туза, то я выкину так и так. Здесь попадаю в среднюю пару. Буду ставить. Просто размер чуть-чуть меньше. Около половины банка. Здесь туз-10 попробую 3бетить. 3 раза. Так, и что у нас там? 1358, я надеюсь, это неправильная информация. Попадаем в старшую пару. И добирать я не думаю, что есть с чего здесь. Я просто чек на чек-кол сыграю. Ну, если у него... Ну, все, сейчас тоже буду. Мне кажется, у него нет каких-то оверкард. Так, ну, поставлю я на паузу. Мне кажется, у нас уже хватает там для того, чтобы подняться на лимит выше. Гэдшот здесь поставлю половину. Да-да, какой половины? Меньше поставлю, чем полбанка. Ну, вот столько будет достаточно, чтобы выбить его. Ну, доживем сейчас до большого блайнда. Поставлю я. Если есть сейчас у нас 1600, то будем переходить на лимит выше. Вечером запишу еще одно видео. Не прогружается просто. Как было, так и есть. Так, 9-10. Нас заколировали два опла. Здесь можно как поставить, так и чекнуть. Ну, а я поставлю со своими дровами. Где-то там, по-моему, от меня где-то входа. Оп, отлично. Здесь изолируем. Буду ставить уже побольше. Печальненько, если у него стрит. На какую-то агрессию от него я бы отваливался, но так. Вообще замечательный. 6-10 пас. Там мы перестали участвовать, закрываем. Ну, все, выкидываем. Что-то, наверное, уже злился на меня. О, 1652 рубля. Если все правильно посчитано. Но все равно закрою. А, и вечером запишу видео с лимита 2.4. Сейчас там посмотрим, вообще игра-то есть. В данное время только один стол. Ну, сейчас и игры нету. Один стол только. Все, отлично. 5-7 пас. Закрываем. Так, ну, в общем, все. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Добавляйтесь. Подписывайтесь на мой канал. Все, пока. Следующее видео начнем с ML2, с остатками 2.4. Берем.